К 75-летию Химок необходимо разработать единый стиль оформления города. Такое поручение дал глава Олег Шахов. В частности, необходимо избавить улицы округа от незаконной рекламы. Накануне с рабочим визитом Олег Шахов посетил муниципальное учреждение рекламы Химки. Он осмотрел новые помещения организации и обсудил дальнейшие перспективы. О планах на будущее узнала Елена Васильевская. Обход территории Олег Шахов начал со святая святых, помещений, в которых ведется основное производство. Уличные баннеры, растяжки, плакаты. Все это печатается, клеится и красится здесь, в восьми цехах. Здесь тоже помещение было все заполнено. То есть все основное очистено по максимуму. Как можно тоже стараемся использовать. В это помещение на Нагорном шоссе дом 9 предприятие переехало несколько месяцев назад после преобразования горы рекламы в МБУ реклама Химки. Сейчас здесь трудится порядка 20 человек. Вследствие реорганизации появились и новые задачи. В первую очередь необходимость избавить город от незаконной рекламы, а также разработать единый стиль оформления улиц. Над последним сейчас работает все Подмосковье. Это поручение губернатора Андрея Воробьева. Мы привлекаем и художников, и жителей для того, чтобы обсуждать, как это будет выглядеть. Вполне возможно, что и каждый микрорайон, который имеет свои особенности, будет выглядеть немножко по-другому. Это правильно. На приведение города в порядок потребуется примерно месяц. За это время нужно убрать незаконную рекламу во всех микрорайонах округа. Однако работа продолжится и после этих сроков. В течение года эта работа будет проводиться. Есть определены законодательные сроки на ликвидацию незаконных конструкций. В течение месяца они должны быть удалены теми, кто их установил. В рамках визита также определили дальнейшее развитие предприятия. Администрация округа взяла на себя часть затрат. Выделены средства на покупку нового и замену старого оборудования. Просмотрели производственные помещения, просмотрели оборудование, цеха, которые и помещения подготовлены под установку нового оборудования. То есть в целом мощности у предприятия есть, как площади, так же и человеческий ресурс. Помимо получения дотации от округа, предприятие сможет вести коммерческую деятельность и выйти на частичную самоокупаемость. Но при условии, что это не помешает основной работе – облагораживанию города. Помимо полиграфии, предприятие изготавливает различную атрибутику для украшения города. Эти световые конструкции радовали химчан в течение месяца в новогодние праздники. Сейчас они заботливо хранятся на складе. Но уже к следующему Новому году их обновят, и они снова появятся на улицах города. Сейчас еще не все помещения приведены в порядок. Нужно доделать производственный цех и освободить склады под демонтированные конструкции с незаконной рекламой. Елена Васильевская, Алексей Козеров, Служба новостей.